Вот я вчера разговаривал с министром просвещения, с Сергеем Сергеевичем Кравцовым. Он был в Донецке и в других территориях. Вот он мне вчера рассказывал, я просто, извините, рот открыл. Вот школьники даже не знали, что существует Крымский мост. Они считали, что это фейк. Да. Они вообще не представляли, даже не знали, что Украина входила и Россия в состав единого государства Советского Союза. Они просто этого не знают. Вот им так всё преподавали. И уж точно совершенно не только не дети, даже взрослые, наверное, многие, судя по всему, не знают, что у Украины не было никогда своей государственности до образования Советского Союза. Не было такого государства. Но после революции 1917 года там всякие квази-государственные образования создавались, а потом при формировании Советского Союза возникла и Украина. Компартия, которая находилась тогда во власти, сформировала во Союзной Республике, в том числе Украину, передав в Украину значительную часть исторических российских территорий, включая Донбасс. Хотя жители Донбасса этого не хотели. И прямо есть свидетельства и документы. Сначала договорились, что Донбасс и Луганск, и Донецк, когда Криворожская республика была, она называлась, должна была войти в состав России. А потом Владимир Ильич Ленин сказал, что надо перерешать. И отдали в формирующуюся Украину. Никто этого же там не знает. Никто не знает. Все считают, что какая-то агрессия со стороны России происходит сегодня. Никто не понимает и не знает, что после государственного переворота на Украине в 2014 году жители Донецка, Луганска, значительной своей части, во всяком случае, Крыма, не захотели признать результаты этого переворота. Это такая не детская тема, но она, в общем-то, достаточно понятная. Портифны начали фактически войну. Восемь лет ее ввели. И наша задача, наша миссия, миссия наших солдат, о которых вы упомянули, ополченцам Донбасса, эту войну прекратить, защитить людей. И, конечно, защитить саму Россию, потому что на территории сегодняшней Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает нашей стране. Поэтому ребята наши, которые воюют, защищают и жителей Донбасса, и защищают саму Россию. И, безусловно, это заслуживает всяческой поддержки со стороны общества. Это очень важно. Со стороны молодых людей. Потому что ребята, которые воюют, рискуют своим здоровьем, а многие погибают, значит, они должны понимать, за что они отдают свою жизнь. Это чрезвычайно важная вещь. За Россию и за людей, которые на Донбассе живут. Поэтому то, о чем вы говорите, дело А, очень важное, и, Б, конечно, должно быть подтверждено достоверными материалами. Эта достоверность должна быть обеспечена. Мы поработаем на это счет. Дело очень важное. И вам спасибо большое. Спасибо. Спасибо.